приветствую вас на первом циничном канале друзья последнее время наверное вы уже видели по контенту я много говорил об иммиграции в турцию и вот сейчас буквально там последние пары видео вышло о том что ну не то чтобы проблемы возникают да они есть с продлением внж по аренде то есть сейчас это значительно усложнилось но при этом осталось внж его точно также дают продлевают практически ничего ну вообще ничего не изменилось по собственности жилья по топу по свидетельству о собственности поэтому сейчас кто планирует особенно из россии уезжать уже как-то основательно я думаю что в ближайшее время туда вернуться достаточно сложно будет ну вот то вот как вариант покупка недвижимости у нас сегодня в гостях амин лейла занимаются собственно продажей недвижимости и наверное тогда сейчас буквально несколько вопросов сразу же амин про себя тогда чем занимаетесь и первый же вопрос тогда что дает покупка недвижимости в турции всем привет дорогие подписчики меня зовут амин я проживаю на территории турции уже два года все эти два года я занимаюсь продажи недвижимости на территории турции мы занимаемся продажи недвижимости в город в городах как алания анталия бодрум стамбул анкара вот мы вам поможем абсолютно совсем вопросом мы со своими клиентами остаемся в дружеских отношениях на протяжении долгого времени абсолютно по любому вопросу мы им помогаем начиная от того то что устроить ребенка например в садик заканчивая до того то что открытие и по счетов открытие банковских счетов я передаю свой микрофон моему партнеру лейли здравствуйте дорогие подписчики меня зовут лейла я проживаю в стамбуле уже год и занимаюсь недвижимостью с удовольствием помогу вам в осуществление вашей мечты хочу сказать что моя семья инвестировала в турцию в пятнадцатом году и мы нисколько не пожалели позже расскажу вам почему вернемся к вопросу который нам задали а именно что же дает покупка недвижимости на территории турции первый и самый главный это конечно же вы получаете вид на жительство также при покупке 400 тысяч долларов и получаете гражданство ну а теме гражданство мы поговорим немножечко попозже что же включает себя покупка до 400 тысяч долларов а именно квартир на сегодняшний день на территории турции абсолютно во всех городах закрыты некоторые районы для получения вида на жительство я вам объясню почему потому что в этих районах превышена квота по иностранцам они закрыты не навсегда они закрыты на определенное время возможно это полгода возможно это год также купить квартиру закрытых районах можно просто нужно будет дождаться когда этот район откроет для получения вид на жительство и спокойно прийти и получить вид на жительство также при покупке абсолютно любой квартиры вы получаете возможность получить вид на вид на жительство но тут есть два исключения при покупке квартиры в открытом районе если сумма кадастровая будет ниже 75 тысяч долларов вы получаете туристическое вид на жительство что такое туристическое вид на жительство туристическое вид на жительство вы имеете право находиться на территории турции всю жизнь внж получает вся семья несовершеннолетние дети вы каждый год приходите и продлеваете просто ваше внж по по тапу тапу это право собственности на ваши квартиры если сумма вашей покупки а именно кадастровая будет свыше 75 тысяч вы будете получать гражданство так а еще плюсах турции вам расскажет лейла ну что дорогие мои вам скажу что самое главное наверное для семьи это климат то есть дети пожилые люди здесь прекрасный климат мы сейчас находимся в алании нам несмотря на что я в шубе нам достаточно комфортно мы летели сюда из стамбула там чуть прохладнее но нигде нет снега собственно говоря здесь очень хороший климат это один из плюсов 2 это то что учитывая сегодняшние события в мире это запасной аэродром причем вы можете мы обговорим это еще да вы можете совершать покупки онлайн и о деталях вам расскажет амин также еще плюсы при покупке недвижимости что вы тут получаете это конечно же образование я например по образованию биолог у меня высшее техническое образование но мой диплом совершенно нигде не котируется за территории россии вот если ваши дети отучатся тут в институтах они получают международное образование также еще хочу вам сказать то что турция открывает много возможностей если вы тут получите гражданство а именно облегченное получение визы соединенные штаты америки еще из плюсов хочу вам сказать то что это инвестиции за последние полгода недвижимость выросла в среднем от 150 до 200 процентов если мои клиенты которые в прошлом году летом покупали в алании квартиры на третьем этаже один плюс один с видом полностью на море за 75 тысяч долларов то сейчас она уже стоит около 150 170 вот это абсолютно любой район абсолютно любой город турция очень очень сильно растет в цене именно за счет инвестиций поэтому очень хорошо вкладывать в эту страну можно в нее вкладывать по-разному можно в нее вкладывать как вот грубо говоря каждому клиенту я задаю вопрос когда я начинаю с ним работать для чего он покупает квартиру в турции это может быть инвестиции инвестиции как он просто может купить квартиру и сдавать его в аренду также сумма на сдачу в аренду квартир и офисных помещений в турции выше чем на территории россии квартиры тут продаются всегда нет такого то что какой-либо объект тут стоит он всегда находит своего покупателя независимо от того от статуса объекта об этом я вам расскажу чуть поподробнее попозже амин спасибо вы сказали что гражданство от 75 но там есть срок там по моему пять лет и нюансы определенные вот тогда от 400 тысяч сейчас такая сумма она раньше была меньше еще раньше больше вот тогда наверное вот по этой более дорогой недвижимости именно по гражданству вот что дает гражданство как она получается там допустим вот больше 75 но меньше 400 и больше 400 смотрите самый простой способ получить гражданство в турции это конечно же через инвестиции при покупке вы можете купить жилую недвижимость вы можете купить коммерческую недвижимость вы можете купить землю но что что касается земли есть некие ограничения они распространяются только на иностранцев мы о них расскажем только при личной консультации что касается коммерческой недвижимости сумма вашей покупки должна превышать 400 тысяч по кадастровой стоимости объекта вы можете абсолютно купить можете купить 3 офиса можете купить два офиса может купить один офис то же самое касается квартир то же самое касается вилл вы можете купить в разном районе несколько квартир вы можете купить в разных городах квартиры и будете иметь право получить гражданство что такое вообще гражданство приезжает человек давайте расскажу вам всю процедуру как происходит есть клиент мы начинаем с ним работу у него запрос получить гражданство через инвестиции в турции самый простой способ этой работы не так долго потому что у нас есть наши кейсы которые мы сразу нашим клиентам отправляем мы облегчаем и не тратим времени наше не нашего клиента он видит клиента квартиры либо коммерцию онлайн прилетает сюда мы тут сделаем с вами договор начинаем уже подготавливать все документы на гражданство это все можно сделать за два дня после этого мы можем записать доверенность клиент улетает свою страну дожидается 5-6 месяцев и получает гражданство гражданство получает папа мама и несовершеннолетние дети что еще по поводу гражданство турция страна которая не выдает людей которые получили гражданство она не выдает все ваши банковские счета которые у вас тут есть турция не задает никогда вопросы откуда у вас появились эти деньги что вы хотите купить гражданство да либо просто купить хорошую дорогую например квартиру на турция открыта для инвестиций ну за исключением некоторых моментов которые я до этого проговаривал то что сейчас некоторые районы закрыты но это касается только получения вид на жительство если мы с вами рассматриваем вопрос гражданство следовательно закрытые районы на нас не распространяется мы смотрим на всей территории турции и выбираем те объекты которые нам понравятся я бы хотела еще дополнить что в турции есть такой уникальный момент в самой недвижимости есть home офисы то есть если в россии в странах снг есть жилое и нежилое и она делится то здесь оформляется одно топу вы можете купить такую недвижимость как home офис и использовать допустим одну площадь home офиса как офис а в двух комнатах жить это тоже очень прелестно очень приятно для тех кто хочет допустим приехать и заниматься бизнесом особенно для молодых семей без детей амин очень много вопросов от подписчиков было даже не в связи с недвижимостью в принципе но с недвижимостью эти вопросы обязательно возникнут перевод денег из россии свифт сейчас не работает он практически не работает вот соответственно оплата потому что есть валюта есть рубли например в россии как вариант вывод наличкой до 10 тысяч на человека можно дальше возникают вопросы вот какие варианты очень хороший вопрос особенно он всегда актуален я могу так сказать знаете могу так сказать ответить на этот вопрос мы работаем с разными клиентами разными слоями грубо говоря финансового положения общества у нас есть клиенты как от судей до депутатов до обычных грубо говоря среднестатистических работ как мы например с вами те люди которые работают например на каких-нибудь госучреждениях они не хотят афишировать свои финансовые сбережения но так или иначе они активно покупают всю недвижимость за территории российской федерации как же с этим вопросом мы помогаем есть несколько случаев например возьмем из практики да есть клиент у которого наличная сумма в рублях находится у него дома например в москве на он никак не сможет эти рубли во-первых перевести валюту эту валюту перегнать суда слишком большая сумма он конечно может каждый там каждый член семьи имеет право для перегона денег в размере 10 тысяч евро доллара 8000 вот он конечно может воспользоваться этим случаем но мы так как мы работаем долго в этом рынке у нас есть партнеры абсолютно в каждом городе россии да и не только россии а в странах снг да и вообще по всему миру где есть русскоговорящие есть два способа например то же самое возьмем москва мы с клиентом смотрим объект мы смотрим выбираем он останавливается выбор на этом объекте мы ставим резервацию уже встает вопрос как оплатить квартиру есть у него наличные средства как я ранее проговаривал рубли у нас есть офисы например офис один находится москва сити наших партнеров процедура очень очень прозрачная вы приезжаете туда назначается вам время назначается вам дата вы приезжаете со своими рублями в офис составляется чек акта передачи денег все это происходит онлайн вы свои рубли это я вам уже говорю вопрос криптовалюта да мы немножечко перешли вот сюда вы свои рубли покупаете на них юсдт эти юсдт переводится на кошелек либо застройщика либо на кошелек который мы обналичиваем тут эти деньги клиент прилетает в течение трех дней сюда мы встречаемся с ним в офисе он эту свою наличку видит либо мы уже непосредственно встречаемся у застройщика где это наличные средства уже лежат либо они уже переведены на счет криптовалюты также вы можете переводить свыше деньги например я вам скажу потому что при покупке квартиры вы также у вас возникнут дополнительные расходы а дополнительных расходах немного чуть попозже расскажу сейчас вопрос у нас денег стоит вот в общем вы приезжаете со своими деньгами москва сити в офис составляете акт мы это онлайн все смотрим эта процедура занимает час в течение часа уже эти деньги находятся у нас в турции за эту процедуру компания берет определенный процент мы процент вам не можем сказать потому что каждый день то курс меняется то процент меняется как говорится было бы желание то мы возможности найдем что касается например тех клиентов у которых на сегодняшний день находится вся валюта в россии но например у них дома лежит там предположим 300 200 100 тысяч долларов либо евро в турции забыл сказать то что турция принимает абсолютно любую валюту и криптовалюту принимает спокойно легко вот то же самое про по поводу валюты то же самое вам назначается место встреча вы свои денежные средства передаете эти денежные средства в течение четырех дней переезжают сюда к нам в турцию в течение четырех дней вы приезжаете к нам и вы эти деньги сами встречаете у нас в офисе вы их сами видите то же самое за перегон этих денег будет браться определенный процент вот вот например расскажу вам про крайних моих клиентов которые приобрели квартиру на территории беларуси вот мы перегоняли с ними первоначальный взнос в размере 80000 евро вот в общем им было назначено в минске встреча они передали деньги через четыре дня они у нас уже в алании эти деньги находились вот и все мы произвели покупку и сделка завершена хорошо амин еще буквально один вопрос будет по воссоединению семьи но сейчас так чтобы подписчиков не перегружать здесь в алании мы можем на какой-нибудь объект съездить конечно сегодня мы с вами посмотрим один объект который находится в районе у нас кестер мы посмотрим две квартиры разной планировки один плюс 12 плюс один этот объект в течение мест месяца уже будет сдан очень хороший объект он находится в 300 метрах от моря также хочу отметить то что в кестеле находится русскоговорящая школа в русскоговорящий садик это единственная на сегодняшний день в алании школа если мы с вами например рассматриваем стамбул то в стамбуле в каждом районе есть русскоговорящие школы есть очень много школ частных там разных государств где вы можете без проблем своего ребенка устроить либо в частную либо в обычную турецкую школу об образовании мы расскажем также чуть позже вот что касается воссоединение семьи на этот вопрос ответит лейла спасибо давайте смоделируем с вами ситуацию допустим любая семья из из снг да есть муж есть жена есть ребенок приезжает жена получает здесь внж или гражданство при покупке какой-то недвижимости значит автоматически может приехать супруг через какое-то время после получения документов жены и тоже подать документы ребенок идет по отцу и матери кто первый получит потому и будет ребенок поэтому воссоединение семьи вопроса вообще не стоит это не проблема спасибо хочу добавить по поводу воссоединения семьи то что вот например возьмем к видные мероприятия которые у нас они закончились границы были закрыты у меня клиенты которые тут приехала например жена приобрела квартиру и начался локдаун да из-за этого никого из территории россии не выпускали но так как внж вам дает законные основания находиться в турции вы считаетесь тут резидентом следовательно у вас если вы например будете на своем собственном например транспорте ехать либо там через самолет либо ну любыми способами у вас будет воссоединение семьи следовательно даже если у вашего супруга до либо вашей жены нету внж но у вас он есть вы также без проблем сможете добраться до турции и также получить вид на жительство хорошо тогда наверно сейчас ездим на объекты вот давайте посмотрим а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы выехали на объект. Здесь две квартиры, вот в этом комплексе. Сейчас мы сходим в квартиру, но сначала несколько слов. Амин, расскажите про объект. Еще раз всем здравствуйте. Объект находится в районе Кестель. Объект почти сдался. Через месяц его финальная сдача. Как мы видим, уже тут представлена инфраструктура. У нас уже она готовая. Осталось только озеленение. Квартиры уже полностью готовы. Что я расскажу об объекте. Объект находится в районе Кестель. Сам объект находится на расстоянии от моря 300 метров. В объекте будет присутствовать полная инфраструктура, открытый плавательный бассейн, закрытый бассейн, детские комнаты, мультикорт, открытая детская площадка, тренажерный зал, кинозал. В общем, все, что подойдет для вашего развлечения. Также мы сейчас будем смотреть две разные квартиры, разные планировки. Первую квартиру мы посмотрим дуплекс. Это двухуровневая квартира 2 плюс 1 с видом на море. Также мы посмотрим квартиру 1 плюс 1 линейную. А теперь давайте перейдем на квартиру и в дальнейшем мы посмотрим ее планировку. Ну что, дорогие друзья, вот мы с вами и зашли в первый вариант, который я хочу вам сегодня презентовать. Это квартира планировочкой 2 плюс 1 на четвертом и пятом этаже. Это квартира двухуровневая. Как мы видим, заходя в квартиру, нас встречает тут справа лестничный пролет. По левую руку у нас первый санузел, полностью укомплектованный. Тут установлена раковина, туалет и полностью установлены душ. Проходя дальше, мы с вами попадаем в большой зал, совмещенный с кухней. И также есть открытый балкон, где у нас открывается потрясающий вид на внутреннюю инфраструктуру и на море. Продолжение следует... Спускаясь по лестнице, мы с вами попадаем в зону коридора. Как мы видим, вы здесь можете установить кладовую комнату, либо можете установить также встроенный шкаф. По левую руку от вас будет у нас полностью укомплектованный также санузел и две изолированные комнаты. Пойдемте с вами в первую. Здесь у нас полностью укомплектованная квартира. Это чистовая отделка. Все выводы под кондиционеры сделаны, точное освещение. Все выводы под кабельное телевидение, розетки, все также установлено в квартире. Пойдемте с вами дальше. Это у нас уже родительская комната со своим вторым балконом. Также с этого балкона будет открываться потрясающий вид как на море, так и на внутреннюю инфраструктуру. А мы с вами пройдемте дальше, посмотрим планировку 1 плюс 1. И также я вам в конце этого видео расскажу о ценах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы с вами сейчас находимся в квартире 1 плюс 1. Это третий этаж, 50 квадратных метров. По правую руку у меня санузел. Полностью оборудованный. Здесь изолированная комната. Напольное покрытие ламинат. Гипсокартон. И, собственно говоря, небольшой вид на дворик. Здесь у нас основная комната, совмещенная с кухней. Кухня у нас оборудована только раковиной. Напольное покрытие здесь в коридоре и в ванной плитка. Терраса, балкон. Для удобства здесь есть розетка и кран. Вид на инфраструктуру комплекса и на горы. В ванной у нас есть теплоизолятор, батарея, сушка, розетки, напольное покрытие, повторюсь, плитка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Ну что, вот мы с вами и посмотрели. Две квартиры абсолютно разной планировки. Находятся они в одном комплексе. Первый вариант, который мы с вами посмотрели, это квартира-дуплекс. Находится она на четвертом-пятом этаже. Это квартира планировкой 2 плюс 1. Общий метраж ее будет составлять 110 метров. И стоимость ее будет 215 тысяч евро. Вторая квартира находится на третьем этаже. Также она обладает всеми хорошими видовыми характеристиками. Общий метраж квартиры будет составлять 50 метров. И стоимость ее будет 150 тысяч евро. Ну что ж, друзья, вот такие объекты. Амин, Лейла, спасибо за показ. И я думаю, что в ближайшее время мы еще встретимся. Поговорим тоже много вопросов по бизнесу, по налогообложению в Турции. Я думаю, что это отдельным видео сделаем. Может быть, посмотрим еще объекты. И по налогам. Потому что резидент, не резидент. Если бизнес в России, если бизнес где-то еще. Там недалеко тут Кипр, например. Вот по этим вещам тоже побеседуем. Все, спасибо. Спасибо. Всех приветствую. Подписчиков самого циничного канала. С вами Амин. Я уже вещаю из Тамгула. Это видео для того, чтобы вы видели наши контакты, по которым вы сможете с нами связаться. Тут будут представлены два номера телефона. Название инстаграма. Еще спешу вам сказать, что есть акция по промокоду ИОГАН. Вам дается возможность получить скидку в размере 1000 евро на покупку квартиры на всей территории Турции. Будем ждать от вас вопросов. И удачи. Всего доброго.